Что читать? Чем сочинение весьма посредственных публицистов, которые пытаются что-то такое разъяснить, а на самом деле еще больше запутывают людей, которым кажется, что публицистика как раз и есть источник знания. Нет, это совершенно не так. Для того, чтобы подготовиться к серьезным знаниям, нужно сначала достичь определенного культурного уровня, а в общем-то этот уровень должен приобретаться в течение всей жизни. Если человек от молодых ногтей до преклонных лет продолжает читать русскую классическую литературу, то, видимо, он гораздо ближе к пониманию жизни, действительности, общества, политики, чем тот, кто был, если так условно выражаться, читателем газет. То есть публицистики газетного уровня. Я попытался какую-то усредненную схему нарисовать. Есть, например, рекомендации, которые давал очень в черне и явно затруднялся дать более подробные Достоевские. Казалось бы, возьмите и читайте. Не получается, потому что это в письме, в его письмах есть ответ на такой вопрос, но он очень компактный. И надо сказать, что уровень интеллекта и способностей 19 века у школьников, у детей, подростков был гораздо выше, чем сегодняшний. Поэтому рекомендовать подросткам то, что рекомендовал Достоевский, да явно невозможно, а в общем-то они и не услышат, и, скорее всего, родители ничего не смогут с этим поделать, потому что это погибающие поколения, и ничего с этим не сделать. Они читать уже не будут ничего, для них классическая русская литература не существует. Но мы исходим из того, что некий такой культурный ковчег все-таки сохранится и рухнет Российская Федерация, исчезнет полностью, погибнут все эти поколения от эпидемий, войн, этнического террора и так далее. От этих поколений не останется ничего. Но все-таки какая-то ниточка протянется в будущее, и носители русской культуры все-таки возродят ее, а вместе с ней возродят и Россию, и русское государство. То есть мы рассчитываем на очень малую аудиторию, когда какие-то рекомендации по чтению даем. И начать, конечно, надо с детских каких-то публикаций. И есть детская литература, которая тоже идет от русских классиков, и это небольшие рассказы. В общем-то, достаточно всего этого, и повторяться слишком разнообразно. Потому что не могут читать дети крупные произведения. Хотя я что-то припоминаю. По-моему, первую книгу, свою толстую книгу, на несколько сотен страниц. Жюль Верна «20. Хелье под водой» я прочел, по-моему, это было то ли в третьем, то ли в пятом классе. То есть уже к тому времени и мои сверстники, ну все, кто на самом деле просто читали, все уже к тому времени читали толстые книги, примерно одинаково начинают читать. А кто и позже не читал, он вообще и никогда не читал толстых книг. И это касается, конечно, большинства. И нечего прикидываться, будто среднее образование было обеспечено в советский период или сейчас обеспечено. Да нет, подавляющее большинство тех, кто заканчивает школу, книги не читает, а значит, среднего образования даже рядом не имеет. А сейчас еще даже меньше. Сейчас это имитации можно имитировать, что ты прочел «Войну и мир», и потом якобы на какие-то вопросы ответил. Нет, ответы на вопросы заучил, которые в ЕГЭ должны быть, вот так и сдал. Поэтому есть довольно обширная литература, и я выделил только ту, которая касается истории. Ну как историю преподавать? Ну и серьезную историческую литературу тоже не будешь читать. И я помню, как у меня быстро угас интерес к археологии, когда мне дед обеспечил подписку в советской археологии. Я почитал этот ужас и больше уже никогда не касался. Там четыре номера в течение года, профессиональный журнал. Я ужаснулся тому, что такое археология. Вот с точки зрения подростка, ну я не знаю, сколько мне было там, 13-12 лет. Так можно только отвратить от истории и от каких-то других наук. Если сразу давать вот такой уровень, надо обладать обширными знаниями, чтобы новое знание в научной литературе потом ложилось уже на какую-то подготовленную почву, то есть в определенную ячейку, а не просто так в чистое поле все это выкидывалось. И естественно, что никаких плодов это дать не могло. Я записал только две книжки по истории для детей. Это «Любовь Воронкова. След огненной жизни». А вторая книга – это «Анатолий Митяев. Книга будущих командиров». Она вроде бы как для будущих военных, но это изложение военной истории, которую с детства я помню и до сих пор эта книга у меня стоит на полке. И я как бы вот ее эманирую, ощущаю, что есть такая книга, откуда начался, собственно, интерес истории. А «Любовь Воронкова» я, честно говоря, даже фамилии не знал. Разыскал специально «След огненной жизни» и «Месенские войны». Вот два этих произведения, они как бы создали у меня некое представление о том, чем еще картинки. Это очень тоже важно для ребенка. Какой-то образ Древней Греции. Не одними картинками, не учебником истории, где все голопом по Европам, а вот как-то более углубленно, какой-то духовно-нравственный образ родился. Хотя все там написано неверно. Это советский писатель, и много она написала разных книг. А я читал только вот эту, и она на меня тогда, помню, в детстве произвела большое впечатление. А чуть позже, когда, может быть, уже в старшем подростковом возрасте, стоит прочитать Ефремова Таиса Финская. Вроде бы это такое фантастическое произведение, да и вот вовсе не так. Оно не фантастическое, оно тоже, нельзя сказать, что оно передает один в один то, что было там в Древней Греции, но и на Древнем Востоке, кстати. Но создает вот именно тот самый образ, из которого может произрастать интерес к истории. Из учебника очень сложно породить какой-то интерес. Исторические фильмы иногда порождают интерес. И старый фильм «Триста спартанцев» был источником такого интереса. Современные фильмы – это бред сивой кобылы, и лучше детям, конечно, их не смотреть. И к истории никакого они отношения не имеют, в том числе и вот те фильм «Триста», который такими вот цифрами калеными записан. Это никакого, да, вот этот там выкрик «это спарта», но все, что там в этом фильме есть, все абсолютно противоречит истории, абсолютно не имеет с ней ничего общего, ни внешний облик, ни ход событий, ничего не совпадает. То есть прямо противоположно действительно тому, что было в истории. То есть создается иллюзия, что само по себе является аморализмом, иллюзия древности. Но к древности это не имеет никакого отношения. Это, конечно, полнейшее безобразие. А что касается все-таки русской литературы, как вот очень компактно, она, конечно, это же целое явление мировой истории, мировой литературы, русской классической литературы. Но как вот компактизировать ее и в целом русскую литературу, вот несколькими там десяткам дюжины имен очертить? И надо говорить именно об именах, а не о конкретных произведениях, потому что самые яркие произведения, они и так известны, и так понятны. И если читать далее, то надо говорить, что, в общем-то, можно прочесть все этого автора, вообще все, что им создано, и перечитывать не по одному разу. Естественно, русская литература начинается с Пушкина. Тут уж никуда не денешься. Вся предшествующая литература, ее можно изучать, пытаться там что-то читать, но это еще не то, что действительно можно было бы назвать литературой, как действительно крупное явление. Нельзя считать. Да, можно там Ломоносова почитать или Державина, но все это не клеится, как бы нашу собственную культуру не поднимает. Только с какого-то уровня. Тоже это как такой литературоведческий труд, я бы сказал, изучения до пушкинской литературы. Все-таки начиная с Пушкина. И там две линии. Одна линия дворянская, аристократическая, другая народная. К сожалению, аристократическая закончилась, и может быть когда-то возникнет новый импульс, когда действительно понимание ценности аристократии возникнет, когда возникнет новое дворянство. Нынешние потомки дворян, это, конечно, никакие не дворяне. От Пушкина линия Грибоедов, Гончаров, Тургенев, Толстоль. Четко, совершенно прослеживается вот четыре этих автора. Аристократическая литература, а гражданин – это по меньшей мере в душе аристократ. То есть ценности аристократии для него являются первостепенным. Никакая не народность, это точно. Это точно. Честь, достоинство, мужество, подвиг – это все не народное, это аристократия. Аристократический дух – это и есть дух нации. И вторая линия народная, а можно сказать, что смысловая, то есть духовная в этом плане. То есть народное православие, народная вера, народный дух. И здесь идет Гоголь, Чехов, Лесков, Достоевский. А вокруг Чехова еще там можно вот этот народно-демократическую клубочек такой рассмотреть. Там не все надо выбрасывать, а только кое-что. И надо понимать этих авторов. Это Некрасов, Короленко, Горький. Ну, Горький, понятно, там есть его политическое лицо, очень неприглядное, но есть литературное лицо. Я бы этих авторов не отбрасывал, хотя это вот так отдельный клубок, как я еще расскажу. Ну, Короленко там приветствовал революцию, потом понял, что это такое. Бегал с выставленным языком, пытался кого-то спасти, всех подряд вокруг расстреливали. И Некрасов тоже понял свои ошибочные взгляды к концу жизни, совершенно иначе понимал свою роль литератора. Но все-таки вот «Стержневая» линия от Пушкина – Гоголь, Чехов, Лесков, Достоевский. Ну, Достоевского надо прочесть все. А потом можно читать и дневник писателя, и... Ну, я имею в виду литературные произведения, а потом можно читать дневник писателя, можно читать письма, все это полезно. И я бы сказал, что вот Чехова там тоже некоторые считают таким вот демократом. Это не так. Есть немало по-настоящему трагических произведений вот именно народной жизни, которые идут от Чехова. Чехова надо читать один из самых выдающихся русских авторов, поэтому нельзя в пользу Достоевского отбрасывать Чехова. И то, и другое обязательно. Лесков менее, и для меня был менее заметным автором, но сейчас я его ценю как совершенно исключительного выдающегося русского литератора. Вот. И есть еще одна такая связочка любопытная между Чеховым и Тургеневым, между народной жизнью и аристократическим духом, я бы сказал, или аристократическим самосознанием. Это роман «Отцы и дети», который является ключевым. Он связывает то и другое, и еще вот эти все революционно-демократические тенденции. Его трудно понять, когда его изучают в школе, и мне было не очень интересно его читать тогда. Но сейчас я понимаю, насколько вот это ядро всех проблем стянулось в этом романе «Отцы и дети». И дальше советская литература тоже богата талантами, но таланты были в том числе и революционные, бесстыдные, подлые, коммунистические, партийные, а были настоящие русские таланты. Несомненно, надо читать Шолохова, Симонова и Юрия Бондарева. Это три автора, как бы я сказал, стержневые. От них могут быть еще другие. Там, например, Австафьев или Распутин, или Белов. Тоже выдающиеся литераторы. Но минимальный стержень от довоенных лет, до настоящего времени, можно сказать, до начала 2000-х или до конца 90-х, до конца 20-го века – это Шолохов, Симонов, Бондарев. Сейчас современных авторов, я бы сказал, что лучше не читать. Лучше не читать, потому что столько макулатуры, что дальше ехать некуда. Я помню, что, наверное, лет 15 назад я читал журнал «Москва», и там я просто поражался, насколько хорошие авторы были, современные русские авторы. Но литературы нет. Литературы нет, потому что нет востребованности, абсолютно никакой нет. Никто их не читает, общественного явления в виде какой-либо книги, романа не существует. То есть все замкнулось в такое сообщество. Все пишут сами для себя, для своих. Общественного явления литературы не существует. Она уничтожена, скажем так, лично Путиным и его окружением, которые тоже, конечно, никаких книг не читают, ничего не знают, ничего не понимают, ни в чем. То есть это абсолютно пустая порода. И люди тоже воспроизводятся в этой системе недообразования или антиобразования, как те, кто не способен создавать общественные явления и не способен никак реагировать на литературу. Не достучаться и нет вот этого транслятора культурной среды, которая бы выносила средства массовой информации, какие-то сведения в систему образования, в систему дополнительной подготовки учителей. Ничего этого нет. Все рухнуло. Образование не существует. Общество не существует. Литература еще есть, гнездится в каких-то клубного уровня объединениях, а явления литературы, к сожалению, нет. Может быть, позднее как-то выявятся те самые таланты, которые сейчас остаются невостребованными и неизвестными. Ну вот я очертил, это русская литература. Есть литература зарубежная, безусловно, тоже есть определенная классика, причем начиная с детских лет. И даже вот Достоевский об этом пишет, некоторые фамилии, ну, например, Вальтер Скотт, Достоевский упоминает в своих рекомендациях. Есть целая плеяда тех, кто юноше вкладывает в голову такой важный элемент, как героика. Героика, приключения, реже фантастика, потому что если фантастика ненаучная создает неправильные представления, если фантастика не является достойной литературой, именно литературными произведениями, то корежит вкус. Вот этого не нужно, и современная фантастика совершенно никому не нужна. Я помню, что в детстве я читал Майн Рид, Феннемор Купер, Жюль Верн, Даниэль Лифо, Конан Дойль, Вальтер Скотт, и дальше идут, это все более серьезная литература, Дюма, Стендаль, Марк Твен, и дальше Бальзак, Драйзер, Ремарк. Ну, не говоря о том, что уже можно, когда некий культурный уровень достигнут, то Шекспир, Бернард Шоу, ну, лучше сценические произведения слушать, смотреть, читать сложно. Это только когда ты уже можешь у себя в воображении воспроизводить вот эти сценические формы. Собственно, и литература, это картинка, бегущая в голове, когда ты читаешь буквы, буквы, слова, тексты, и все это преображается у тебя во впечатление, которое складывается также и в образы. Чем вредно смотреть сначала кино, потом читать, что у вас чужие образы начинают вкладываться в голову, лучше воздерживаться этого сначала читать, потом можно посмотреть и кино. Есть чрезвычайно талантливые фильмы, но их немного. Что касается истории, сложный вопрос, потому что русская история так и не написана. Научные методики и комплексное изучение архивов, археологии, свидетельства разнообразных источников, мемуаров и так далее, все это приобрело научную основу, можно сказать, только в 20 веке, а всерьез только после того, как большевики убрали свое давление. То есть только сейчас, вот сейчас истина русской истории может быть написана, но пока опыты все неудачные. Поэтому читать Карамзина, несмотря на то, что там ошибки были, но Карамзин литератор и образованнейший человек своего времени. И это был, несомненно, подвиг, написать историю государства российского, это чудо, я бы сказал. И хоть там ругают Карамзина, что начинают выдумывать про какое-то масонство его, это все глупости, вот его подвиг, главный подвиг его жизни. И это, несомненно, русское достояние. Там есть ошибки про то, что Иван Грозный своего сына убил, но мы знаем уже, что нет этого, что это все выдумано. Да, ошибки были. Но в целом это произведение выдающееся, фундаментальное и рекомендуемое для чтения. Я очень рекомендую публицистику Владимира Махнача, который в основном в виде лекции свое наследие оставил. Эти лекции стоит читать, если они изданы, стоит слушать. Читать издано не так уж много, но, тем не менее, есть отдельные статьи или большие статьи книг. Он не писал, поскольку был именно просветителем. И вот его просветительская миссия, она воплощена в множестве его устных выступлений и тех выступлений, которые оформлены в статьи. В сети можно найти, стоит читать. К сожалению, я бы, конечно, издал собрание сочинений Махнача, но как-то не получается. Ни его бывшие ученики, ни его бывшие друзья, вот как-то не сподобились, не могут... Была у меня попытка как-то сорганизоваться, но чего-то не выходит. Надо бы, конечно, издать систематизированные все его лекции и статьи, отредактированные и в хорошем издании. Александр Баханов, недавно скончавшийся историк, несомненно, все, что он написал, не так уж много тоже книг, все они действительно являются качественными. Историк русского зарубежья Мельгунов, это все то, что касается революции, гражданской войны, все вокруг него. И отечественный, скорее, просветитель Альфред Мирик, его профессиональные историки критикуют, слишком уж не поисторически поданный материал, но тем не менее он хорошо читается. И тоже все, что касается революции, гражданской войны, красного террора и так далее, вот это стоит читать. И современные книжки, сейчас Дионис Каптарь выпустил книжку, которая соединила несколько его книг, и Дмитрий Крайнев, который выпустил книжку о большевизме, идольче большевизма. Это как бы несколько книг тоже сдвинутых вместе, компактное, объединенное знание, и это стоит читать. Одна книга, но ее читать и изучать придется долго, это качественная историческая литература. Вот по истории, ну, все, что могу, и если дело касается литературы, касающейся Древней Греции, есть неплохие историки, я бы их фамилии назвал, но, скажем так, я постарался то, что они написали, вместить в свои собственные произведения. У меня вышло в общей сложности семь книг, одна из них двумя изданиями, второе издание было существенно расширено, я уже о них неоднократно говорил. И все, что касается древней истории, максимум, что можно было охватить, мной охвачено. Не отрицаю, что другие авторы тоже есть хорошие, но не могу сейчас профессионально оценить весь этот спектр. Мне проще сказать, что все, что я мог оценить, я оценил в своих книгах. И очень коротко, философия не буду обосновывать. Данилевский не совсем философ, но все-таки можно сказать, что Россия и Европа – это философско-политическое произведение, или геополитическое. Данилевский, Ильин, Бердяев, Тихомиров, Лосев – это стержень русской национальной философии. Я не сомневаюсь, что эти имена хорошо известны, и просто даже освоить только эту линию, может быть, целая жизнь понадобится. Не так все просто. И в области иностранной философии, иностранной литературы, то, что я знаю по XX веку, естественно, то, что включает предшествующих философов, не буду их сейчас называть, там классическая немецкая философия. Не буду опираться на это, скажу только тех, кого, вот, как бы, таких интегрирующих философов XX века. Шпенглер, Карл Шмидт и Курт Хюмнер. Курт Хюмнер – это уже, можно сказать, почти наши времена, хотя он прожил почти сто лет. Вот три имени эти назову. И, наконец, публицистика. Публицистика тоже за XX век. Михаил Менчиков, тот же Иван Ильин, тот же Лев Тихомиров, Константин Победоносов обязательно, самый ранний из них, Иван Солоневич, несомненно. И сегодняшние наши публицисты, ужедшие в мир иной уже, Сергей Пыхтин, Владимир Махнач, и надо обязательно его упомянуть, Александра Панарина. Несколько книг его вышло, он, можно сказать, как бы завершая свой жизненный путь, поторопился, издал все, что наработал. Не знаю, все ли его наследие издано, но, по крайней мере, ключевые книги изданы. И для понимания политики, политологии, Панарин, конечно, ключевая фигура. Вот я так очертил литературу, которую стоит читать. Это довольно объемная программа, она может действительно захватить всю жизнь, но об этом, собственно, и шла речь. Не то, что сегодня первое, что попалось под руку, именно это и прочесть. То, что попадается под руку, я подкладываю как автор своей книги. Вот, а что сегодня такого свеженького новенького? Вот, пожалуйста, вот новая книга. Либо книга «Как убивали СССР», вот она красная здесь стоит, второе издание через 10 лет вышло. Либо «Завет темных веков», которую я выставлял, показывал. У меня как бы есть еще своя программа писательская, тоже философская, историческая, публицистическая. И я надеюсь, что моя писательская программа встраивается и в ту программу чтения, которую я сам для себя имею. Я ее продолжаю осваивать как могу. И я ее предлагаю другим. И, естественно, если я рискую писать свои собственные книги, то я и их тоже предлагаю в качестве литературы для изучения истории, философии, мировоззрения русского обстоятельства, современности, прошлого и так далее. Надеюсь, что это очень краткое изложение будет кому-то полезным. Если возникнут вопросы, не стесняйтесь их задавать. Главное, чтобы это были вопросы, а не утверждения глупцов, которые ничего не читают или не имеют опыта размышления. Поэтому зачастую мне приходится удалять из круга своего общения людей, которые упорствуют в своем незнании, в своей глупости, даже в некоторых основополагающих вопросах, без понимания которых вообще мышление, продуктивное мышление, аппаратик-то может работать, но продуктивное мышление в таком случае добиться невозможно. Задавайте вопросы, постараюсь ответить как могу. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси!